Добрый день! Вы смотрите программу «Вектор» и сегодня у нас такие темы. Талисман для зеленого центра Метинвест. В Долгинцевском районе Кривого Рога продолжается восстановление разрушенных домов. Напомню, после урагана, который обрушился на город 28 июля, одной из первых на помощь жителям пришла компания Метинвест. Она выделила 2 миллиона гривен на закупку шифера, рубероида, бруса и гвоздей. Смерч повредил 350 домов. 40 из них остались без крыш. Машины, груженные стройматериалами от Метинвеста, ежедневно совершали по 3 рейса от складов до городского штаба по ликвидации последствий стихии. Как заявил начальник Криворожского управления по чрезвычайным ситуациям Сергей Жупинос, группа Метинвеста обеспечила 80% необходимых стройматериалов. Ураган снял все. Забора нет полностью, 4 окна нет, крыши нет, летняя кухня раскрыта, гараж раскрыт. Сейчас из СИГОКа ребята перекрыли иранду. Наша компания и сейчас, в настоящий момент, осуществляет поставку всех необходимых материалов. Наша работа будет продолжена, мы внимательно следим за ситуацией. Главная задача на сегодняшний день – это оказать людям помощь по восстановлению именно житлового фонда. Ни сарая, ни гаража, ни погреба, а именно житлового фонда. А потом все остальное будет дополнительно рассматриваться. Модернизация орудообогатительной фабрики. Ингулецкий комбинат ввел в эксплуатацию новую секцию на РОВ-2. Постепенно проведут ее полную реконструкцию. И об этом далее. 14-я технологическая секция – четвертая в списке капитально отремонтированных на Ингулецком комбинате. Ее реконструкция заняла полгода и обошлась предприятию в 62,5 миллиона гривен. Теперь производительность фабрики значительно увеличится. Заменено, отремонтировано основное технологическое оборудование. Все это позволит снизить аварийные простои, а также самое главное – улучшить условия труда и обеспечить безопасность труда. Устаревшие металлоконструкции перекрытия, ограждения, лестницы и полы заменили на новые. Их покрыли антикоррозийной защитой. Для рабочих это важно. Передвигаться по секции стало безопасно и удобно, а замена технологического оборудования – это главный шаг к повышению производительности. После реконструкции данная технологическая секция способна выполнять плановые задания по объемам, по содержанию железа в концентрате, что способствует развитию и выполнению плана полностью по Ингулецкому ГОГУ. На второе полугодие запланировано начало капитальной реконструкции секции номер 15. Полную модернизацию фабрики Ингулецкий ГОГУ планирует завершить к 2021 году. Добро пожаловать в Митинвест. Северный комбинат проводит тренинг с таким названием и приглашает на работу выпускников вузов и колледжей. Молодые специалисты становятся профессионалами. У каждого новичка есть наставник. Ребята быстро осваивают ремесло. Я прошел без опыта. Я практически толком этой работы не знал. Но они показали, и начальство мной довольны. У меня есть великолепная наставница Валентина, которая меня всему обучает. Дает много знаний, те, которые понадобятся для дальнейшего совершенствования. Комбинат работает с молодежью с первого трудового дня. Проводит конкурсы лучшей по профессии, молодые лидеры Митинвеста. Перспективные сотрудники участвуют в обучающих программах, вносят рациональные предложения и получают продвижение по службе, рассказала Ольга Лукьяненко, директор по персоналу Северного ГОКа. Мы очень много сотрудничаем с учебными заведениями и стараемся привлечь всю талантливую молодежь с учебных заведений, выпускников для работы на комбинате. Мы ждем всех, не только на рабочие профессии, а также для специалистов и инженерно-технический состав. Нам нужны механики грамотные, электрики участков. Очень нужна талантливая молодежь, которая мыслит творчески, инновационно и не шаблонно. Две недели августа детвора Новолатовки проведет на Черном море. 133 ребенка отправились в лагерь в Херсонскую область. Путевки оплачивает Южный комбинат. Восле Новолатовской школы веселая суета. Дети в ожидании поездки на море. Многие о нем только слышали. Стас к первому знакомству подготовился как следует. Купил стильную шляпу и солнцезащитные очки. Мама сказала, что там есть лакушки, мы будем там купаться в море. Сказала, что там может быть медузы. Команда Новолатовской детворы подобралась большая. Ребята друг друга знают. Мы с Максимом собирались на море. Мы думали, что мы там будем загораться, ездить на горках, в аквапарк, ездить на катере. Девочки больше ждут пляжных пати, дискотек и вечеров. К ним и готовились. Купила красивый купальник, долго выбирала. Платье купила красивое. Два. Шорты, футболки. Все, чтобы быть как первой. Чтобы сборы были не скучными, молодежный комитет развлекал детвору. Всем ребятам подарили яркие рюкзаки от Южного комбината с нужными на отдыхе мелочами. И надеемся, что все будет хорошо. И в дороге, и в лагере. Им понравится. Поездка на море финансируется благодаря программе социального партнерства Южного комбината, зеленого центра Метинвест и Новолатовской громады. Общая сумма инвестиций в социальные проекты – 3,5 миллиона гривен. Это и проекты социальной направленности, ремонт школ, отопительные системы в школах. Это ремонт и восстановление отопительной системы во дворце культуры. Это единственный дворец культуры в объединенной громаде. Кроме этого, мы закупили путевки и отправили 133 ребенка в возрасте от 6 до 16 лет в детский озарительный лагерь «Чемпион». Такой договор о соцпартнерстве в этом году подписан впервые. В сентябре зеленый центр Метинвест отметит год работы в Кривом Роге. В честь дня рождения Общественный союз объявил конкурс детских рисунков. Нужно придумать героя и дать ему имя. Самый яркий персонаж станет талисманом зеленого центра. Авторы лучших эскизов получат призы и побывают на интересной экскурсии. Дети уже присылают свои работы. Субтитры создавал DimaTorzok Добавлю, что конкурс рисунков проводится до 1 сентября. И у вас есть еще время придумать талисман зеленого центра Метинвест. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго.